Негуманно и нелегально. Так оценивают правозащитники и организации объединенных наций соглашение о беженцах, к которому пришли Европейский Союз и Турция. Главная цель сделки – перекрыть поток людей из района Измира через Игейское море в Грецию. Кроме того, предполагается, что все нелегальные мигранты, проникшие в ЕС, будут возвращены в Турцию. Анкара готова принять тех, от кого отказалась и еще откажется Европа. Но все это, конечно, не из гуманитарных соображений, а за деньги, визы и членство в ЕС. Недоумение ООН услышал Евгений Маслов. Уверенная походка и с улыбками победителей на лицах лидера ЕС и Турции выходят к прессе. Внеочередной саммит Брюсселя по проблеме беженцев ставил целью перекрыть поток мигрантов в Европу или хотя бы его значительно сократить. О его итогах президент Совета Европы Дональд Туск с гордостью сообщил журналистам. Я рад сообщить вам, что лидеры Евросоюза приняли решение перекрыть поток нелегальных иммигрантов в ЕС. Это означает, что балканский маршрут будет закрыт. Беженцы до Европы добирались, как правило, через Турцию, в Грецию по Игейскому морю и далее на север в Германию. Этот канал переправки и получил название «Балканский маршрут». Брюссель и Анкара договорились о том, что в действие будет введен механизм обмена мигрантов по формуле «один на один». Людей разделили на две категории. Экономические мигранты, другими словами, нелегалы, и вынуждены переселенцы, беженцы из зон конфликта, главным образом из Сирии. Турция согласилась принять всех экономических мигрантов, уже попавших на территорию ЕС, но не имеющих легальных оснований для убежища. Со своей стороны Евросоюз берет на себя обязательство забрать из Турции такое же число сирийцев, спасающихся от войны и поэтому имеющих право на получение статуса беженца. Речь идет о десятках и, возможно, сотнях тысяч человек. Точные цифры еще не оговаривались. Это предложение турецкой стороны стало прорывом. Оно может положить конец практике нелегальной переправки мигрантов на лодках в Грецию, потому что люди теперь поймут, что убежище нелегалам предоставляться не будет. Это были сложные переговоры, но, я думаю, выход мы нашли. Важно, что теперь все мигранты, прибывающие в Грецию, будут отправляться обратно в Турцию. Итоги саммита в Брюсселе по общему признанию – бесспорная победа Анкары. Все козыри оказались на руках у Турции. Евросоюзу просто нечем было их крыть. В ЕС согласились предоставить Турции дополнительные средства на решение миграционного кризиса. Сверх трех миллиардов евро, о выделении которых договорились ранее. Анкара также настаивает теперь на ведении безвизового режима с ЕС. А главное – интенсификации переговоров о вступлении Турции в Европейский Союз. Вопрос, который в свое время в Брюсселе был поставлен на паузу, и теперь ЕС будет вынужден вновь внести его в повестку дня. Западная пресса итоги саммита Турция-ЕС назвала унизительными для Европы. К тому же, если он проблему с беженцами и решил, то похоже лишь временно и крайне высокой ценой. Турция требует больше денег? Нет, нам не нужны ни от кого деньги. Мы тратим средства на беженцев из своего бюджета. Хочу, чтобы это было предельно ясно. Мы просто хотим, чтобы другие страны честно вносили свою лепту в помощь сирийским беженцам. Прорыв на саммите в Брюсселе раскритиковали в ООН. Перспективу массового возвращения людей в Турцию Организация Объединенных Наций называет возмутительной. Здесь считают, большинство мигрантов, добравшихся до Греции через Турцию, прибывают, если не из Сирии, то из Афганистана или Ирака, где тоже, мягко говоря, неспокойно. А значит, считать беженцами только сирийцев негуманно. Массовое выдворение иностранцев в третьи страны запрещено Европейской Конвенции по правам человека. И план по выдворению мигрантов в третьи страны не соответствует европейскому законодательству и международному законодательству тоже. Кто и как будет определять, кому оставаться в Европе, а кому отправляться в Турцию? Вопрос ключевой. Ведь получив отказ в ЕС и оказавшись в переполненных палаточных лагерях, многие будут вынуждены вернуться на родину. История знает похожие примеры. Их было немало, в том числе и в США. Корабли с мигрантами отсылались обратно в Европу. Один из самых трагичных эпизодов в этом смысле история с немецким судном Сент-Луис. В 1939 году более 900 евреев, пытаясь после хрустальной ночи избежать преследования нацистов, отправились к американским берегам. Люди искали убежище в новом свете. Первая остановка на Кубе результатов не принесла. Корабль с пассажирами отправился в США, но и у берегов Флориды его развернули. Статую свободы на годзоне беженцам из Германии увидеть так и не удалось. Власти Соединенных Штатов не хотели превышать годовые квоты на эмигрантов и обстановку в самой Германии катастрофической на тот момент не считали. Историк Хассия Дайнер объясняет эту роковую ошибку фобиями американского общества. Многие влиятельные конгрессмены тогда были южанами, и они особенно возражали против эмигрантов. И большинство конгрессменов и сенаторов представляли, так сказать, волю народа. И они не хотели эмигрантов, боялись, что они будут отбирать рабочие места у американцев, среди них могут быть немецкие шпионы. Это было время невероятного изоляционизма в США. Не то, чтобы они хотели, чтобы пассажиры корабля отправились обратно в Германию и имели дело с нацистами. Важно помнить, что это было еще до начала войны. Тогда, в 1938-м, простите, в 1939-м, еще у многих сохранялся оптимизм, что хуже, чем тогда, в Германии уже быть не может. Но, как мы знаем, они ошибались. В Вашингтон в 1939 году договорился с правительствами ряда европейских стран о размещении беженцев-евреев. Их согласились принять Голландия, Франция и Англия. Но часть из них позже оказались на оккупированных территориях и попали в концентрационные лагеря. После этого инцидента и Второй мировой отношение к беженцам в США изменилось кардинально. А Вы видите сходство с тем, что было тогда в США и тем, что происходит сейчас в ЕС? Параллели более чем явные. Боязнь притока эмигрантов с Ближнего Востока, так же, как у американцев, боязнь притока эмигрантов из Мексики. Основаны они на страхах, что большие потоки эмигрантов – это плохо. Но то, что мы знаем из истории Америки, эмигранты только меняли страну к лучшему. В ООН призывают Евросоюз не совершать похожую ошибку теперь уже по отношению к беженцам из стран Ближнего Востока и Северной Африки. На территории Турции, согласно последним данным, около трех миллионов беженцев. Более миллиона человек запросили убежище в ЕС в 2015 году. Если большинство из них в конечном итоге окажутся в турецких палаточных лагерях, то на их содержание может не хватить даже денег ЕС. И в таком случае наиболее вероятно, что многие из них на свой страх и риск отправятся обратно домой, где идет война. А это значит, что споры в Брюсселе – вопрос жизни и смерти для тысяч, если не миллионов людей. Евгений Маслов, Анна Сатьяна, Лев Чеснов. Специально для тайм-кода. РТВА. Нью-Йорк.